Вечерний РБК с Анной Забродой Вечерний РБК Бизнес просто не выдержит, экономика посыпется А с другой число коек в больницах стремительно заганчивается А госпитализация, как мы с вами уже знаем, самый главный показатель для властей Даже не число заболевших, а именно число госпитализированных Расскажу, в каких регионах медицина уже, что называется, на пределе С экспертами обсудим, как можно снизить нагрузку на врачей И не вводить при этом жесткие ограничения Если, конечно, такое, в принципе, возможно Но, видимо, да, потому что некоторые регионы именно по этому пути и пошли И эту же тему мы будем обсуждать с вами во время телемоста с программой Что это значит на РБК Напоминаю вам, что вы можете участие в телемосте принять Для этого нужно вам всего лишь позвонить и высказать свою точку зрения сразу в двух эфирах И вторая тема на сегодня Парадоксально, но тем не менее Расходы россиян бьют рекорды во время пандемии Мы с вами можем друг другу все что угодно рассказывать Как снизились наши доходы, как мы пытаемся экономить и так далее Но чеки наши с вами говорят сами за себя Спорить с цифрами бесполезно Поэтому давайте, такое у меня предложение В рамках нашего эфира пообщаемся со специалистом, с психологом Узнаем, как избежать спонтанных покупок на фоне стресса И защитить себя вот от таких необдуманных приобретений Поэтому, если есть у вас какие-то вопросы Пишите, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью Пообщаться с психологом в эфире Ну, давайте переходим к нашей первой теме Во вторник мы с вами, так или иначе, эту тему уже с одной стороны затрагивали Вы помните, со стороны пациентов говорили о том, кто будет нас лечить Ведь в регионах не хватает медперсонала Обсуждали, как действовать, если скорая не едет на вызов Если вас не госпитализируют Сегодня предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны Немножко, почему те регионы, в которых медицина на пределе Не вводят локдаун, например Помните весной, когда всех нас с вами посадили по домам Власти нам говорили, что делается это как раз для того И с той целью, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение Чтобы не было всплеска тяжело заболевших И вот наступает осень Мы видим, что к повторной изоляции власти не готовы Я напомню, вчера буквально Владимир Путин Исключил тотальные ограничения из-за коронавируса Но при этом отметил, что здоровье населения в приоритете И вроде как каждый регион самостоятельно принимает решение Вводить новые ограничения или нет Как мы знаем, часто очень губернаторы оглядываются именно на Москву У меня к вам вопрос Как вы считаете, нужно ли вводить хотя бы частичный локдаун Чтобы снизить нагрузку на медиков Или надо увеличивать как вариант штрафы Чтобы все соблюдали неукоснительно меры предосторожности В общем, ваши варианты Представьте себя на месте чиновников Перед вами, как и перед региональными властями Стоит выбор, экономика или люди Жду ваших звонков, жду ваших сообщений Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495 СМС, ватсап, плюс 7903-797-6333 И через пару минут расскажу вам Какая вообще у нас в стране сейчас ситуация с коронавирусом Вечерний РБК с Анной Забродой Еще раз всех приветствую Только что Саша мне сообщил, что у нас, оказывается Теперь есть и прямая трансляция на Ютюбе Поэтому вы можете посмотреть наш эфир И даже написать сообщение, задать там свой вопрос Единственное, не уверена, что я смогу читать ваши сообщения Везде и на портале и ватсапе Но, тем не менее, такая опция есть Просто знайте Итак, я вам обещала рассказать по ситуации с коронавирусом Да, у нас 15971 новый случай Но для властей, я еще раз акцентирую внимание на этом Важна другая цифра, именно сколько госпитализированных В нескольких регионах коечный фонд заполнен практически на 100% Например, такая обстановка в Ульяновской области и в Севастополе К слову, наши продюсеры, продюсеры РБК сделали запросы в региональные Минздравы Федеральные в том числе Не везде нам успели ответить Но я надеюсь, что все-таки ответы будут Но, тем не менее, есть комментарии, например, замминистра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой Давайте послушаем Мы сейчас видим, что все наши ковидные базы заполняются очень быстро И поэтому число свободных коек критически мало Поэтому мы приняли решение полностью перепрофилировать под ковидную базу ЦГБ Это все 711 коек ЦГБ полностью укомплектованы медицинскими кадрами И те кадры, которые у них имеются и до настоящего времени работали по другим профилям Они будут работать с ковидным госпиталем Это возможно Лекарственные препараты ЦГБ проведет дополнительную закупку И мы планируем открытие этого госпиталя с 1 ноября У нас есть две недели К стопроцентной заполняемости коек близки еще Белгородская, Тюменская и Самарской области В середине октября были сообщения из Воронежской, Магаданской, Орловской областей, Приморского края, Бурятия, что фонд заполнен на 90% Возможно сейчас даже и больше Прочитаю несколько ваших сообщений Люди важнее пишите вы, экономика со временем восстановится, а люди не воскреснут Зато поколение миллениалов узнает, как тяжело жилось в 90-е Николай пишет Николай, честно говоря, не дай бог никому это узнать Другое сообщение Эля из Москвы спрашивает про коронавирус Зачем некоторые страны вводят комендантский час на ночь Не только страны, но и некоторые регионы Я сейчас еще об этом скажу Ведь большинство людей спят в это время Они общаются друг с другом Будет в нашем эфире еще и эксперт Ему тоже этот вопрос обязательно зададим Есть ли смысл в этих полумерах Так их назовем Андрей из Москвы тоже считает, что экономика это и есть Люди, я против локдауна А вот Елизавета из Москвы предлагает увеличить штрафы С нарушениями ПДД помогает же Рублем самое верное Экономике точно лучше А если опять все дома сядут То уже из кризиса вряд ли скоро выберемся И с этим сложно действительно не согласиться Про Москву еще вам хотела сказать Хоть Собянин наговорил, что запас прочности у столицы есть Прием больных начали сегодня Временные госпитали при клиниках Которые как раз были зарезервированы На случай неблагоприятного развития эпидобстановки И он наступил В Москве около 50 временных больниц В которых примерно 3000 коек И также еще в столице работают госпитали В Крылатском, в выставочном центре Сокольники Павильонного ДНХ И они тоже постепенно начинают прием больных ковидом По данным в Москве фонд заполнен на 50% И введение локдауна здесь власти даже не рассматривают Но мы, к слову, пообщались с пациенткой Моногоспиталя в Тюмени Которые развернули буквально неделю назад Это переоборудованный наркодиспансер И вот, что нам Ольга Лессер рассказала Очень интересно, давайте послушаем Больница открылась очень экстренно И не было никакого оснащения Которое должно быть при открытии больниц То, что было в СМИ Картинка и информация Она не соответствовала реальности, действительности То есть термометров не было У нас у каждого был свой Потом еще бабули купили Свой кое-как достали Антисептиков только два на этажах То есть их вообще в номерах Мыла антисептика не было Перебои с лекарствами То есть, например, если нужно ставить 2-3 раза в день Этот день иногда, например, мог пропуститься Если мы свое не привозили лекарство На следующий день все поставлялось Мы могли поставить один раз антибиотик И про второй раз забыть То есть ходили, добивались своих антибиотиков Своих уколов в живот, своих таблеток В общем, вы поняли, да? Мало добиться госпитализации Мало попасть в больницу Еще и там придется побороться за свои права Но я справедливости ради скажу Что со слов Ольги Когда ее выписывали Это вот сегодня или вчера Ситуация уже стала лучше Давайте по ограничениям пройдемся Где, в каких регионах Что сейчас действует В Ульяновской области, о которой мы уже говорили Точечные меры Комендантский час для общепита И удаленка для 30% работников Как пояснил губернатор Сейчас самое главное Не задушить экономику Новосибирская область Кафе и ночные клубы Тоже не работают с полуночи до 8 утра В Волгоградской области Общепит закрывается после 23 часов Запрещается проведение в заведениях Корпоративов и массовых мероприятий Ростовская область Запрет на работу ресторанов после 22 В Санкт-Петербурге запретили Ночную работу общепита На целый месяц сразу Что еще по ограничениям Некоторые регионы объявили досрочные каникулы Для школьников Это мы с вами слышали, знаем Например, в власти Нижегородской области Вологодской, Курганской и Сахалинской Так поступили А также Башкирии и Удмуртии А в Забайкальском крае Все школы переводятся на дистанционную форму Обучения В Ростовско-Тюменской областях Временно приостановили оказание плановой медпомощи А на въезде в Орловскую область Снова заработали Учетно-заградительные посты Там измеряют температуру И смотрят, кто въезжает в регион Несколько ваших сообщений Добрый день Необходимо не штрафовать людей А субсидировать бизнес И делать локдаун Чувство, что испытывают медицину Врачей на прочность Пик не наступил Незримого плато не видно Наталья из Калининграда написала Наталья, ну вот полностью все блокировать Или, как я сейчас приводила пример Ночным заведениям запрещают работать С другой стороны, действительно был вопрос от нашей слушательницы Очень логичный Насколько это эффективна мера К нашему эфиру сейчас присоединяется Доктор медицинских наук Профессор Высшей школы экономики Василий Власов Василий Викторович, здравствуйте Здравствуйте Ну давайте тогда вот с этого вопроса Как раз и начнем Раз он от наших слушателей пришел Как Вы считаете Те регионы, которые сейчас вводят Ну получается, что это частичный локдаун Заведениям общепита Запрещают работать после 10 вечера После 11 Ну в каждом регионе свои правила До утра Действительно такая мера действует Неужели у нас столько заболевших И именно оттуда идет распространение инфекции Вот от ночных клубов Дело в том, что у нас нет Ясных ответов На такие специальные вопросы Ночные заведения Это достаточно узкий сектор экономики Общественной жизни Их, по-моему, специально никто не изучал Кроме того, в разных странах Они занимаются Разное место в общественной жизни Поэтому я думаю, что перемести На Сызрань Данные полученные в Торонто Даже если они там и есть Было бы просто несерьезно Думаю, что Всякие меры Нацеленные на то, чтобы Люди меньше собирались В тесные группы И проводили время вместе Все эти меры Должны быть полезны И оправданы Вот, к сожалению Такие меры Как регистрация посетителей Это, конечно, безумие Василий Викторович Что касается регистрации Пустителей В общем-то, главная мысль Главный посыл властей Московских И в Питере тоже сейчас QR-код тоже вводят Там, единственное Как-то по-другому Они будут работать Просто с заведением Нужно подключиться Людям регистрироваться не надо Так вот, возвращаясь к Москве Мысль такая Что если человек Оказался В одной В одной компании В одном помещении С заболевшим Его потом об этом Предупредят И вроде как Он будет осведомлен И значит Раньше начнет Проверять свое здоровье Ну, с таким же успехом Можно посетителей Магазинов регистрировать Здесь нет Принципиальной разницы Но обратите внимание Правительство Москвы По-прежнему Не пытается Серьезно контролировать Количество людей Находящихся в магазине Или в другом Общественном месте Вместо этого Вот такие Достаточно идиотические Предложения Как регистрировать Посетителей Ночных клубов Василий Викторович Я читала сегодня Мнение такое Что в трудовых коллективах Не столь часто Люди заражаются Тогда вопрос А где у нас вообще Сейчас люди заражаются Мы видим каждый день 15-16 тысяч Новых случаев Правильно сказать Что при таком Высоком уровне Заболеваемости Люди заражаются Везде Но, конечно же Большая часть Заражений происходит Там, где люди Находятся Какое-то более Или менее Длительное время Достаточно близко Друг другу Например На поезде метро Сделать с этим Принципиально Можно что? Поддерживать Высокую частоту Движения Поездов Чтобы вагоны Были свободные Это самое важное Второе Можно носить маски Это тоже снижает риск Тоже снижает риск И это касается Всех мест Где люди Концентрируются Думаю Думаю Что официально Объявленное Но неисполняемое Решение О том Чтобы в магазинах Нагодилось Не больше Такого-то количества Человек Оно было тоже Полезным Почему правительство Москвы Этого не делает Мне непонятно Правда Была обратная история Когда в магазин Не пускали Люди все толпились У входа Тесно достаточно Да, это тоже вариант Василий Викторович Это испытанный вариант У нас сейчас люди Толпятся При входе в аэропорт Василий Викторович Я прочитаю Несколько сообщений От наших слушателей Периодически Буду это делать Уверен Пишет нам Башир из Макушетии Все-таки Нужно ввести ограничения Хотя бы на 2-3 недели У нас караул творится А Сергей из Казани Наоборот Считает Что все эти ограничения Бесполезны Власти грозились Провести массовое тестирование Но идея заглохла Василий Викторович Я правильно понимаю Что введение В регионе Локдауна Сейчас будет означать Что власти местные Просто-напросто Упустили ситуацию Из-под контроля И раз уж сверху Отмашки нет Никто из губернаторов Ответственность на себя Такую брать не будет Я думаю Что судороги Путем полного Закрытия экономики Региона Всякого движения На улицах И так далее Они могут произойти Принципиально важно Что действительно Если люди будут сидеть По домам То распространение Инфекции остановится Веда заключается в том Что у 2-3 Российских граждан Нет финансовых Запасов Они должны работать И должны зарабатывать Себе на жизнь Введение Такого Локдауна Как теперь постепенно У нас Иностранное слово Вместо карантина Пришло Впрочем Карантин тоже Итальянская Это С одной стороны Эффективно Прекращает Распространение Инфекции А с другой стороны Наносит Очень большой удар По экономике Нужны разумные меры До той поры Пока у нас будут Дезинфицировать улицы Разливая Дезинфектанты И требовать Ношения Безумных перчаток Будет ситуация Такая Какая она есть Ольга из Иванова Пишет Считаю Что тотальный локдаун Как раз К тому Что вы сейчас сказали Повергнет И без того Бедствующее население В нищету Лучше ужесточить контроль За дистанцией И масочным режимом Василий Викторович Как раз то Что вы и сказали Да Наши слушатели С вами соглашаются Еще одна история Знакомый С ковид Из Одинцова Пятый день Ждет скорую Чтобы съездить На КТ Сегодня устро позвонили Попросили одеваться Но до сих пор Никто не приехал Тема Со скорами Которые не приезжают Это история Вообще отдельная Мы во вторник Плотно ее обсуждали Василий Викторович Вот в Москве Ситуация Понятно Более-менее По койкам В регионах тяжелее Может быть имеет смысл Перенаправить персонал Задействовать военных МЧС Помните Весной такое было Когда столичные медики С оборудованием Средствами защиты Поехали в сложные регионы Ингушетия Дагестан Может быть Сейчас тоже так Имеет смысл Дело в том Что для того Чтобы медики Куда-то поехали Они откуда-то Должны уехать Это главная проблема Врачей лишних В стране Абсолютно нет После значительного Сокращения Мощности Медицинских организаций У нас Количество врачей Реально сократилось И у нас Лечебные организации Сокращены В армии Медицинских организаций Мало Благодаря деятельности Прочветающего Ныне бывшего Министра обороны Сердюкова У нас военные госпитали Очень сильно сокращены В них Осталось очень мало Военных врачей То есть Ситуация такая Что У нас Нет Того подола С которого Можно было бы Отрезать материал Для того Чтобы наставить рукава Да Об этом мы говорим Уже на протяжении Наверное Ни одной недели И к сожалению Даже финансовые Никакие вливания Не способны За короткий срок Ну просто Создать врачей Да Но не Надо забывать Что Реально вливания Были крайне ограниченными Данные О зарплатах Врачей Показывают Что летом Врачи получали Весной и летом Столько Сколько В декабре То есть Все дополнительные Выплаты Которые к ним Пришли Из-за работы С ковидом Они Были компенсированы Тем Чтобы с них Сняли другие Надбавки То есть Никакого Стимулирования Работы врачей Вот в этих Ужасных обстоятельствах Просто не произошло Ну поэтому Мы получили Частично Отток специалистов Конечно Сообщение Прочитаю Локдаун Эффективен только В начале эпидемии Считают наши слушатели Сейчас он бесполезен Нужно соблюдать Правила гигиены И меры предосторожности Это не верно В Израиле После успешного Подавления Инфекции Возник Через некоторое время Очень большой Всплеск И этот всплеск Сейчас успешно Подавлен очередным Локдауном Так что Это мера Эффективная Но у нее Очень высокая цена Интересное сообщение Пришло Добрый вечер В ресторане Заботятся о частоте И частоте Уборки Лучше чем В маршрутках Автобусах И трамваях Это к разговору О том Имеет ли смысл Частично По ночам Закрывать Какие-то заведения Общепит Василий Викторович Хорошо Вот вы сказали Что врачей Направить Просто некого Направлять Другой вариант Может быть Перераспределить Больных между регионами Соседними Такое возможно Я позволю Я позволю себе К предыдущему Комментарию Добавить слово Не надо Преувеличивать Важность Частоты уборок В ресторанах Для здоровья Населения России Небольшая часть Населения России Общается В ресторанах В нынешнее время Что касается Вашего вопроса Ну да Наверное так Наверное так В смысле можно Перераспределить Такой вариант Возможен Да Но у этого Очень высокая цена Да Ресурсы есть на это? Нет Это совершенно Невозможно Нужно же транспортировать Специальным транспортом В сопровождении Медицинских работников То есть Вот Передвижение Допустим Между мытищами И Бабушкинским Можно Да А вот Передвижение На большие Расстояния Совершенно нереально Кроме того Надо понимать Что Люди Должны лечиться Примерно там же Где они живут Связано с семьей А не только С стоимостью транспортировки Василий Викторович Как раз сообщение пришло Утверждение Терра вопрос Как врачей нет Наши военные медики В Абхазии Госпиталь развернули Пишет Виталий Из Сочи То что у нас Есть Деньги Для того чтобы Увевать Сирии И развернуть В Абхазии Госпитали Это не означает Что у нас Есть деньги Для лечения В Пензии Сызрани Думаю Что ваш Радиослушатель Должен просто Включить голову Добрый вечер Добрый вечер Пишут наши Слушатели Очереди В больницах Это отдельный Разговор Спасибо За ваше сообщение Москва Тушина Друзья Вызвали врачи В понедельник В 8.30 утра До сих пор Не приехали Похожие Да Вот только что Я читала Да Моя одногруппница Пишет нам Станислав Поехала в Дагестан Весной Для работы В госпитале Денег Так и не заплатили Но вообще Конечно Ситуация Ужасающая С этими выплатами Потому что Несколько раз Все это доходило До федерального уровня Говорили о том Что обязательно Должны Выполнить Все свои обязательства Перед врачами И все равно Такие сообщения Проскальзывают Что где-то Врачи да не получили Или где-то Не смогли добиться Выплат Потому что Не смогли доказать Что они Работают С ковидными больными В этом нет Ничего удивительного Финансирование Здравоохранения Сокращается Примерно С 13-го года И на Следующие Три года Запланировано Дальнейшее сокращение В этой ситуации Те небольшие Добавки Которые Произошли Вот В этом году В связи с эпидемией Они абсолютно Не решают Никаких проблем Наталья пишет Нам нужен был Китайский Корейский Сценарий В качестве карантина Которого не было В начале пандемии То есть это тотально Когда все сидят По домам Я правильно понимаю Всех еще и выпустили От пуска В другие города И за рубеж Это не совсем так Про китайский опыт Мы ничего не знаем Китай закрытая страна Что касается Кореи У нас в стране Малокорейцев Поэтому Переносить Такой опыт Такой опыт Из страны С совершенно разными Культурами Чрезвычайно трудно Чрезвычайно трудно Все таки наше поведение Очень сильно отличается От поведения Сильных Собственно Все русские Это знают Из анекдотов Про финнов Хотя знаете Тут вышел свежий доклад Ранхикс Который как раз Посвящен Пандемии И борьбе Российского правительства С коронавирусом С коронавирусом В общем Эксперты Сто экспертов Оценили Антикризисную политику Властей В целом Своевременный И эффективный Но не настолько Как например В Южной Корее То есть здесь тоже Такое было сравнение Не получилось Это основной момент У нас предупредить Массовое внутреннее Распространение Вируса Василий Викторович Как вам кажется Сыграло свою роль Открытие границы И между регионами В том числе Дело в том Что у нас И закрытие И открытие Оно Ограниченно разумно Я позволю себе Напомнить Что когда у нас Закрыли границу С Китаем В это время У нас самолеты Из Ухани Летали в Москву И обратно И такая же история Существует Примерно и сейчас Сейчас Полное закрытие Авиационного сообщения Между странами По крайней мере Из России Со стороны России Является просто Глупостью Потому что Россия Сегодня является Источником Потенциальной инфекции Для других стран Нам не от кого Защищаться Здесь нужны Избирательные меры Спасибо вам большое Василий Власов Доктор медицинских наук И профессор Высшей школы экономики Был с нами на связи Еще есть у меня 30 секунд Буквально Прочитаю ваше сообщение Можно объявить Карантин Но строгий И ограниченный Например 14 дней Не больше Не меньше Чтобы можно было Планировать И настоящий А не так Как был раньше У меня почти все знакомые И друзья Имели пропуска Эля из Москвы Нам написала Такое сообщение И вот пишет Кирилл из Новосибирск Уже нет смысла В локдауне Заболеваемость Носит взрывной характер Мы уже идем По шведскому пути Ковидные больные Повсюду Где бы вы ни находились Куда бы ни пошли Там уже будет Несколько зараженных Врачи на дом Больше не выезжают К слову Сегодня Один мой знакомый Мне рассказал Что среди его знакомых Заболевших Нет Но продолжим Говорите об этом Через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...